Партнер программы новости – Медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Корабль в степи. Как уникальное для «Анапа» гидротехническое сооружение, даст новый толчок в развитии сельского хозяйства. Сезон под знаком безопасности. Транспортная полиция «Анапа» подвела итоги работы за первое полугодие. «Анапа» зажигает звезды. Как тысячи юных отдыхающих на курорте совмещают приятное с полезным и красивым. Состоялись публичные слушания по важнейшему учредительному документу города-курорта. На обсуждение общественности был вынесен проект решения совета о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования город-курорт «Анапа». Внести свои предложения по готовящимся изменениям или принять участие в обсуждении проекта устава мог любой желающий. Информация о предстоящем мероприятии и дата публичных слушаний были заблаговременно опубликованы на официальном сайте администрации города-курорта, а также в газете «Анапская Черноморья». Участники публичных слушаний рассмотрели 9 поступивших предложений, 5 из которых приняли, 4 отклонили. Предложений, оставленных без рассмотрения, нет. Предложения поступили в письменном виде в установленный срок. Рабочая группа согласилась с доводами, подготовленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Краснодарского края, который изложен в заключении экспертом. Главный критерий, который взял за основу эксперт – соответствие внесенных предложений федеральному, краевому и муниципальному законодательству. Заключение о результатах публичных слушаний будет опубликовано в соответствии с законом в газете «Анапская Черноморья». Совету муниципального образования рекомендовано рассмотреть на сессии проект устава в новой редакции. Это событие во всех смыслах изменит судьбу пахотных земель вдоль степной речки, как, собственно, и жизнь ее самой. Зем-снаряд среди степных камышей на землях ОПХ «Анапа» появился совсем недавно. Он призван не просто понизить отметку дна, а очистить русло реки, активизировав работу родников и ключей, наполнить ее водой, неся живительную влагу к новым площадям индустриального сада, разбивку и закладку которого начинают этим летом. Индустриальные сады ОПХ «Анапа» оправдали вложения в их создание. В ходе выездного рабочего совещания по перспективам развития территории директор предприятия Владимир Белецкий продемонстрировал возможности молодых яблоневых саженцев. Каждое деревце зимних сортов сегодня усыпано крупными плодами, где 50 яблок на стволе интенсивного подвоя – норма. Мы смотрели в Италию, ездили в Кабардино-Балкарию, смотрели, там итальянец свои саженцы обрезал специально, два дня там были прям на обрезке. Итальянец приезжался и саженцы вел. Мы с агрономом вместе ездили в Кабарду и там два дня были прям на обрезке. В Италии мы это все ознакомились. Он категорически сказал, ни в коем случае не расслабляйте яблоко, то есть нагружайте, нагружайте, не бойтесь. Но есть объективная причина для беспокойства – нехватка воды для полива. Поэтому инвестор взялся за глобальную проблему – очистку русла степных рек. Земснаряд собирают прямо на месте. За два года планируют очистить не только водосток, обеспечивающий садоводство, но и реки окрестных хуторов. Миллиаративная система с комплексом гидротехнических сооружений существует давно. По правилам она должна быть защищена ограждением. Главу города интересуют вопросы взаимодействия с местными жителями, потому что жалобы рыбаков и охотников на перекрытые проезды уже есть. То, что было по Куматырю, да, у нас там была ситуация, мы перекрыли туда проезд. То, что там были эти вопросы, то, что с платным проездом, это все, как сказать, небольшое недопонимание получилось. Мы все это, мы просто туда ограничивали доступ. У нас на это есть все законные основания. У нас неоднократно, во-первых, у нас постоянно гидротехнические сооружения у нас в собственности. Люди сами задвижки поднимают. Люди сами регулируют воду, кучи мусора. То есть, когда к нам обратились дети, приехали, да, организована группа, все, мы спокойно их пропустили, да, то есть сделали в это. Это все... Это хорошо, потому что индивидуальный порядок пропуска, он подразумевает еще и чистоту после себя. Конечно. Начато строительство сортировочного комплекса и большого, и мощного холодильника с фруктохранилищем на 2500 тонн. Это современный проект с самым мощным оборудованием. И здесь директор ОПХ Анапа акцентирует внимание на возможность проезда для местных жителей. Я же там дорогу перекрываю, как бы сказать, между бужером и субцехом, чтобы там не ездили по полям, по посевам. Но здесь я дорогу сделал. Вы можете донести, что здесь дорогу бульдозером, все равно мы один раз, вот бульдозер пока тут был промежуток. Но это как, что за дорога? Мимо... Мимо кладбища. Подожди, мимо очистных сооружений? Мимо очистных сооружений сразу выезжаешь на кладбище и пошел сюда... Отсюда вот. Да, Шевченко. Дорогу сюда проделал специально, чтобы там не ездили. Новый сад в течение нескольких ближайших лет займет новые площади в 500 гектаров. Уже этим летом будет подготовлена почва и разбитые клетки под посадку не только яблок, но и сливы, груши, черешни и персика. А старые сады, где на одной территории высажены до 30 самых разных сортов персиков, со временем будут раскорчеваны. Нет, если укладываются такие средства на территорию, тут понятно становится, что ни на один день... Мы даже банируем. В администрации Анапы состоялось совещание с работниками системы образования, на котором обсуждалась подготовка к новому учебному году. Особое внимание – создание условий для комфортного и безопасного пребывания детей в учебных заведениях. Прием к организации к началу учебного года начнется 30 июля и завершится не позднее 15 августа. Специальная комиссия будет учитывать требования пожарной, противокриминальной и антитеррористической безопасности, окончание ремонтных работ и другие мероприятия. Особое внимание техническому состоянию зданий, качеству ремонтных работ, санитарно-гигиеническому состоянию образовательных организаций и безопасности детей. В этом году муниципалитет изыскал средства на приобретение школьных автобусов. Еще у нас есть надежда, что как минимум два автобуса нам даст министерство, выделить министерство образования Краснодарского края. Ну что такое выделить? Бесплатно они нам их не дают. Это тоже софинансирование. И там Сергей Павлович нам тоже решил. То есть миллион рублей министерство платит и миллион рублей платим мы. И вот таким образом у нас с вами должно было получиться, если я не ошибаюсь, пять автобусов в этом году. Конечно, этого недостаточно. Будем работать дальше. Управление ЖКХ проведет ревизию и обеспечит наличие необходимых дорожных знаков и разметки на участках дорог в местах расположения детских, дошкольных и учебных заведений. Пристальное внимание будет уделено противопожарным мерам и выполнению рекомендаций Роспотребнадзора. О безопасности пассажиров сегодня говорили на совещании в Анапском линейном отделе МВД по транспорту. Ведомстве подвели итоги работы за первое полугодие 2017 года. Сотрудники транспортной полиции линейного отдела Анапы обслуживают аэропорт, железнодорожные и морской вокзалы, а также сопровождают пассажиров до Керченской переправы порта Кавказ. Основные задачи – противодействие экстремизму, контроль за незаконной миграцией, оборотом наркотических средств и безопасность на транспорте. Оперативники следят за ситуацией круглосуточно, а с учетом старта курортного сезона нагрузка возросла в разы. Только за первые шесть месяцев этого года через железнодорожный вокзал Анапы прошли почти 400 тысяч человек, обработано 177 поездов и перевезено почти 35 тысяч детей. Вовремя принятые меры безопасности позволили предотвратить множество преступлений, общее раскрытие которых возросло на 34%. В качестве примера можно привести факты, выявленные сотрудниками ВППСП на железнодорожном вокзале Анапы. Гражданина, у которого при себе находилось наркотическое средство амфетамин в крупном размере – 77,5 грамма. Данное уголовное дело направлено в суд. Оперативными сотрудниками отдела был выявлен гражданин, была выявлена и раскрыта кража рельс группа рельс Парняковской и Русской. Общий вес кражи составил рельс более 50 тонн. Данное уголовное дело планируется направить в суд в июле месяце. Особое внимание по-прежнему обеспечению безопасности детей и не только отдыхающих в Анапе. Прибывающие поезда со всех уголков России привозят тысячи школьников, которые далее на транзитных автобусах отправляются на отдых в Крым. И здесь стоит основная задача – обеспечить полную безопасность маленьких гостей. За полгода полицейские сопроводили к Крымскому берегу почти 4 тысячи детей. Как положительный пример можно отметить, что за многие годы работы здесь и в должности в охране общественного порядка нами не допущено ни одного детского травматизма, ни одного случая получения травм не как в составе группы, не так как отдельно прибывающих деток. Дети, прибывающие сюда, организованно встречаются сотрудниками ПДЛ и с участием сопровождающего автомобиля ГАИ доставляются на место отдыха. Держать планку на высоком уровне удается в том числе и благодаря взаимодействию с администрацией города. Чтобы работа была еще эффективней, муниципалитет выразил готовность поддержать полицейских при помощи привлечения народных дружин. Это тоже большой потенциал, который необходимо привлекать вам в помощь. Ваши первые помощники, которые могут всегда вам оказать содействие, помощь в той же профилактике правонарушения, помощь при оформлении, не говорю, что при воспитании, при оформлении, потому что по опыту знаю, не всегда можно найти понятие, которые работают, у вас всегда есть по другой народной дружинке. Также на заседании обсудили вопросы общей организации структуры, взаимодействия казачества и силовиков. А в завершении, за добросовестное отношение к службе и высокие профессиональные качества, заместитель начальника полиции, управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу, Адам Яхутль вручил анапским полицейским почетные грамоты и погоны с присвоением новых внеочередных воинских званий. В Краснодарском крае стартовала избирательная кампания по выборам депутатов законодательного собрания 6-го созыва. Количество мест в краевом парламенте сокращено на треть. Мандаты получат только 70 кандидатов. В Анапской территориальной избирательной комиссии сейчас идет активная организационная работа. Здесь ожидают высокую явку. Дополнительно в этом году будет открыто 5 участков для голосования. У нас прибавилось к действующим 70 избирательным участкам 5, потому что выросло количество избирателей на территории муниципального образования. В муниципальном образовании город-курорт Анапа представлено 2 избирательных округа. Солнечный 26-й избирательный одномандатный округ и 27-й южный избирательный округ. В 27-й избирательный округ входит город Анапа и 3 сельских округа – Анапский, Гайкадзорский и Супсевский. А остальные 7 сельских округов входит 26-й избирательный округ. Но нужно отметить, что на территории муниципального образования 19 июня стартовала еще одна избирательная кампания. Дополнительные выборы объявлены депутата по одномандатному избирательному округу Гастагаевскому номер 20. Банк «Кубанькредит» провел бесплатный семинар для предпринимателей в сфере торговли. По закону они должны перейти на кассовые машины нового поколения. На вопрос отвечал представитель налоговой службы. В кредитном учреждении говорят, что у них уже действует специальная программа, которая позволяет максимально упростить как переход на новые технологии, так и дальнейшую работу. Предприниматели встречали пряниками. По словам гостей, внедрение новой системы кассового учета идет не без шероховатостей. Где-то подводят поставщики оборудование, а где-то уже новая техника. С 1 июля текущего года контрольно-кассовая техника, которая сама отправляет данные в налоговую инспекцию, должна быть у всех предприятий торговли, которые используют общую или упрощенную систему налогообложения. А с лета 2018 года даже у тех, кто работает по патенту или платит единый налог на вмененный доход. Участники рынка, которые платят налоги в полном объеме, окажутся в заведомо выигрышной ситуации и снизится количество проверок, проводимых налоговыми органами. Банк «Кубанькредит» первым из региональных банков запустил специальную программу под названием «Онлайн-касса». Нашли крупного поставщика, который может подобрать оборудование точно по потребностям. Кроме того, небольшим предприятиям теперь доступны программы учета, которые позволяют повысить эффективность работы. Причем весь набор сдается под ключ. Оставив заявку на сайте «Кубанькредит», потенциальный клиент получает возможность не только выкупить оборудование, но и получить дополнительный комплекс услуг в режиме «Единого окна». То есть все эти услуги необходимы для качественного и быстрого старта продаж в торговой точке. Кроме того, озвученная вам цена будет окончательной и никаких скрытых платежей нет. В банке новую услугу называют перспективной и прорабатывают механизм, который позволит точно оценивать платежеспособность предпринимателей, которые ей пользуются. Снижение рисков для банка, в свою очередь, позволяет предлагать конкурентную процентную ставку. Речь может идти, например, об оборотных средствах. Помимо этого, здесь кредитуют гостиницы на подготовку к курортному сезону со срочкой платежей. К каждому клиенту мы подходим индивидуально. Мы можем разработать именно под клиента продукт, который будет ему удобен и выгоден. Наш банк не делит бизнес на большой, средний. Для нас весь бизнес является важным, и мы разрабатываем специально для этого продукты, которые индивидуально подходят под каждого клиента. Среди гостей разыграли призы. Также подарок получил автор самого актуального вопроса. В кредитном учреждении намерены сделать такие встречи регулярными. Тысячи мальчишек и девчонок со всей страны выступят на главной концертной площадке курорта в рамках фестиваля детского и вожатского творчества «Анапа. Республика детства». Дети, отдыхающие в анапских санаториях, вместе с вожатами готовят уникальные насыщенные программы и в течение всего лета радуют жителей и гостей курорта своими яркими выступлениями. Накануне на театральной площади курорта зажигал санаторий «Огонек». Костюмы танцевального коллектива сделаны специально на заказ. Со стороны украшения кажутся сложными. На деле это обычные коктейльные трубочки. Полина Судакова приехала из Питера. В санатории «Огонек» отдыхает не первый раз и всегда принимает участие в этом фестивале. Я просто очень люблю танцевать, выступать. Мне это очень нравится. Я жду, чтобы собралось большое количество народу, чтобы было много аплодисментов, чтобы людям понравилось то, что мы сделаем на сцене. Фестиваль стартовал совсем недавно. «Огонек» – вторая здравница, выступившая на сцене с программой «Морская душа». 460 ребят из Петербурга, Москвы, Тольятти, Ростова-на-Дону и других городов России не только проявили себя, но и нашли новых друзей. Для детей, особенно для участников каких-то творческих коллективов, которые приезжают в другой город отдыхать, всегда важно показать себя новым людям и попробовать новую сцену. Для них это важно, тем более такая сцена. Для многих это считается очень статусно, поэтому все стремятся здесь поучаствовать. Бывают, конечно, потрясающие номера, потому что многие здравницы принимают творческие коллективы, и костюмы яркие, красочные, и готовые шоу-программы. Как бы здесь можно все что угодно увидеть. Многие уже знают о фестивале и заранее занимают зрительные места на площади. Другие, прогуливаясь по городу, останавливаются, чтобы насладиться детским творчеством. Равнодушными никто не остается. Я вам честно говорю, у меня слезы на глазах, потому что это пробирает действительно. Это хорошо, это вот корни действительно наши русские, их чувствуешь, их понимаешь. Спасибо большое, что действительно это организовалось. Нам очень нравится у вас здесь, очень. Первый год здесь, и пользуясь случаем, хочу сказать спасибо хозяевам города, городоначальнику. Чистота, порядок, ну замечательно, в общем, очень хорошо. Как поют, так интересно, а танцуют, тоже издалека видел, как они вот так вот ноги поднимают. Фестиваль традиционный и длится два месяца, пока неизвестно, сколько участников будет в этом году. Заявки не перестают поступать. Ребят оценивает компетентное жюри. Они смотрят на артистизм, степень отработанности номера и умение работать в команде. Лучшие получат награды и дипломы. Организаторы отмечают, что фестиваль не перестает набирать обороты. С каждым годом увеличивается количество заявок, возрастает интерес зрителей. В планах поддерживать эту тенденцию. А теперь о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» сосиски «Тавровские» 189,90. «Московская» оригинальная 249 рублей. «Салями» финская 657 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. «Парковая» 93А. «Крымская» 98. «Амелькова» 28. «И Астраханская» 75А. По прогнозам синоптиков, 7 июля в Анапе ожидается переменная облачность. В течение суток местами возможны дожди и грозы. Температура воздуха днем плюс 24 градуса, ночью прохладнее 20 выше нуля. Ветер северный от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 27 градусов. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru Я с вами прощаюсь. До встречи. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.